В соседней Нижегородской области за последние 4 дня зафиксировали 4 вспышки африканской чумы свиней в заповеднике и личных подворьях. И Нижний Новгород далеко не единственный регион, с чьей стороны стоит ждать опасность. Республика Мордовия и вокруг как раз вот эти вспышки, которые сейчас пошли, Нижегородской, Самарской, мы посередине оказываемся. Что происходит, если поголовье гибнет в течение трех суток, вакцины и лекарства от чумы свиней нет? В радиусе 20 километров от места заражения уничтожают весь скот. В регион заразу могут принести мигрирующие дикие кабаны. Больше половины случаев АЧС в России зафиксировали в лесных хозяйствах. Заповедная Мордовия граничит с Нижегородской областью, а потому уже сейчас в комплексе проводят профилактические мероприятия. Совместное мероприятие Министерства природопользования, Росприроднадзором, ветеринарной службы и службы федеральной безопасности проводится рейдовое мероприятие по обнаружению трупов кабанов. Был обнаружен до этого один труп и хорошо, что было отобрано пробы. Естественно, сразу же отбираются пробы, чтобы не было вируса АЧС. Мордовия на данный момент остается зоной чистой от африканской чумы свиней. Угроза экономики региона, где свиноводство одно из масштабных направлений агропромышленного комплекса, огромна. Сейчас в республике насчитывают около 420 тысяч поголовья. В случае, если зараза проникнет, последствия будут колоссальными. Торговля будет запрещена практически, будет парализована вся республика из-за того, что вывоз продукции, будем так говорить, практически талийно мясоперабатывающий комплекс, крупнейший, который на сегодняшний день, 70% вывозят за пределы. Вот представьте себе, будет коллапс на два месяца, будет запрет вывоз продукции, продовольственные, также и зерна. Кроме диких кабанов, источников может быть еще несколько человек. Африканская чумой не болеет, но является переносчиком. Угрозу представляют и фрукты, которые едут в республику с юга. Там инфекция процветает, а арбузными корками хозяева любят подкармливать скотину. Чтобы не пойти по негативному сценарию, специалисты рекомендуют немедленно сообщать о трупах животных в лесах, падежи скотины в личных подсобных хозяйствах и не покупать несертифицированное мясо и поросят у частных продавцов. Светлана Лашина, Игорь Гангаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин